Сентябрь 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 И кружатся листья и плавятся в этом огне Ветер падет нам осенний роман с облом День и ночь, прозрачнее небо метрофика Строжи дарят и дарают осенние краски готова День и ночь, прозрачнее небо метрофика Тябрь, рюжак, тябрь. Вот, а теперь Леша нам задал тему, задал тон. Молодец, а теперь мужиканцы, да. Ну что, Леша задал тему про осеньки, как понимают, да? Слабо освещает, ну, прожектор надо. Эта осень к нам с тобой сошла с картины, Легкой нитью паутины вновь связала нас. День прозрачный, полон света золотого, На меня ты смотришь снова, как в последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, Дорогая в листьях осень нам дает наказ. Грусть напрасно, потому что жизнь прекрасна, Если ты живешь и любишь, как в последний раз. Если любишь, как в последний раз. Может, завтра суждено нам вновь расстаться, Может, будет продолжаться сказка не для нас. Тает в небе треугольник шуравлины, На ветру горят рябины, как в последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, Дорогая в листьях осень нам дает наказ. Грусть напрасно, потому что жизнь прекрасна, Если ты живешь и любишь, как в последний раз. Если любишь, как в последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, Дорогая в листьях осень нам дает наказ. Грусть напрасно, потому что жизнь прекрасна, Если ты живешь и любишь, как в последний раз. Если любишь, как в последний раз. Запах пены мальской и горячей листвы, И цыганские соль пород припарцальных. Это осень, мой друг, это волны и молвы, Обещавшие в стенах и простудах похали. Это осень, мой друг, это клюш в рамлях, Это звук, сотрясаемых в яблоке дерька. Осень, мой друг, это свежая тушь, Расползается тщательно, дни сокращая. Сюда все, что способно покроется льдом, Синий толщик классической твердой кошки. Это осень, мой друг, это мысли о том, Как кормить стариков и младенцев из морки. Как дожать одному над всеми людьми, Словно мимовый лист, и кто его знает. Это осень, мой друг, это клюш в рамлях, Это звук сотрясаемых в яблоке дерьм. Осень, мой друг, это слезы любви Ко всему, что без этой любви умирают. Осень, мой друг, это слезы любви Ко всему, что без этой любви умирают. А по желанию можно? Да. Говорить, чья песня? А, это Владимир Валерий Мещуки. Стихи «Юный молец». А, вот «Юный молец» слова. Владимир, вы сейчас довольны, А потом минуты так, минуты так мы и даем. Отлично. Он всего 20, онкий может бить. Да я могу три часа один песен. Ну и хорошо, так что... И хорошо. Александр Иванов. Жил-был мартовский кот, Он любил антрикот, Но колбаской Не брезгал чайный Не ловил мышей Ей угнать бы за шею. Но красивый Подлец Чрезвычайно Снижет ваш дом собака И ворчит из мрака. Даст вам шерсть и плот Паршивая овца. А с него Возьмешь лишь только то, Что ровно плакал. Но никто не видел Слез у подлеца. Он гулял И замерз На колени Заполз к вам Сидящему Сидящему В кресле С газетой. В небе Сидящему 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 Прямо в кофту, пусть дождичка, небеса простольные, Глубей вода, зеленье медь, в городском саду флейты да молотоны, К веревестию хочется взлететь, в городском саду флейты да молотоны, К веревестию хочется взлететь. Вот к этой песне мне приходится вести дискуссию по трём пунктам. Первый пункт. Не просторный, а просторный. Так то это код шаба и так опубликовано в нотном издании. Ну это раз, ну это второе, в частности правильно, что тут кое-то поэт «Улочки». Вы правильно спели «Улочки». Ну «Улочки» он спел в кино. А ты ещё не живёшь? А у меня здесь есть фильм. Ну да. Ну и нет, я выписывал. Я как раз буду спотыкать. Белое. И третий пункт этой дискуссии. Это кое-где написано, и кто говорит, что якобы это музыка Шварцова. Это тоже не так. Это дети музыка Кучавы. А потом написано в титрах фильма. Что написано? Что-то не ошибаюсь у него самого. Да. Да. Девять дней без войны. Девять дней одного года без войны. Законный брак. Что продолжим? Юрий Иванович Висберг. Незаконный брак. А потом музыка сердца Устроим праздники безбудем. Своих мучителей забудем. Вот, скорее, пройдемся до конца. Найдем любимейшую дверь. За ней скрят кресел золоченых. Куда с восторгом увлеченных Внесет мне тихий Груз своих потерь. Внесет мне тихий Груз своих потерь. Какая музыка была. Какая музыка звучала. Она совсем не получала. А их тихонечка звала. Звала добро считать добром. А хлеб считать благодеяньем. Страданием вылечить страданием. А душу глитью Вино или огнем. А душу глитью Вино или огнем. Страданием вылечить страдания. И светил в плодочках. Нас кинем издали приметил. И, разглядев, кивком отметил. И на линую указал. Там было очень хорошо. И все усилело там надежды, Что сменит жизнь своей одежды. Без неудачи. И, разглядев, кивком. Без неудачи. И, разглядев, кивком. Страданием вылечить страдания. Кивком. И, разглядев. Но вот кто написал следующую песню, я честно не знаю. Простя. Музыку я слышал как-то в исполнении Демиса Руксуса. Кто написал стихи, не знаю. Солнце к нам возвращаться не хочет, День и ночь дождь по крышам грохочет, День и ночь он над нами хохочет, Весь мир в ожидах не застыл. Под дождем где-то спряталось лето, Только я не жалею об этом. И была моя комната светом, Когда в этой комнате ты. Зачем мне времени приметы? Я верю в календарь иной. С тобой ко мне приходит лето, Дожди проходят в сторону. Знаю я, что бывает и хуже, Скоро снег над землею закружит, А палит знойным пламенем стужа. Метель запорошит кусты, Станем мы и печальней и строже, Станут мне друг на друга похожи. Но меня это все не тревожит, Когда в этой комнате ты. Зачем мне времени приметы? Я верю в календарь иной. С тобой ко мне приходит лето, Дожди проходят в сторону. Знаю я, что в дождливую осень Поезда наших милых увозят, Поезда наших милых увозят, Весь мир оставляем пустым. Холода, холода над планетой, И к ночам примерзают рассветы. Но ко мне возвращается лето, Когда возвращаешься ты. Зачем мне времени приметы? Я верю в календарь иной. С тобой ко мне приходит лето, Дожди проходят в сторону. Да, ну вот, чьи стихи не знаю. Он сам их перевел. За последние годы слышал, Как это девчонки из хорных. Выплатить. Ну оттуда и пришла, собственно. А, ладно, ладно. Ну и снова Палашалович. Виноградную косточку В теплую землю зарву, И лозу поцелуй, И спелые гроздья сорву. Друзей созову, На любовь в свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, На мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, Кем мне два не судьбу. Царь небесно пошлет мне прощенье за грешенья. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали, В черно-красном своем. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. Заслушаюсь я, и ума от любви и печали, В твой иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам заметая, Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву. Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву. Белый пунт и синий орел не варю золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Владимир Ландсберг. Пора в дорогу, старина, подъем пропет, Ведь ты же сам мечтал услышать, старина, Как на заре стучатся волны в парапет. Печок звенит баштак, как первая струна. Дожди размоют отпечатки в наших кет, И загородит дорогу горная стена. Но мы пройдем, и грянут волны в парапет, И зазмени баштак, как первая струна. Послушай, парень, ты берешь ненужный груз, Ты слишком долго с ней прощался во двери. Чужими делает людей слепая грусть, И повернуть обратно хочется скорей. Пойми, старик, ты безразличен ей давно, Пойми, старик, она прощалась не с тобой. Пойми, старик, ей абсолютно все равно, Что шум приемник, что умный прибор. А если трудно разом все перечеркнуть, Давай поделим пополам твою печаль. И я когда-то первый раз спускался в путь, И все прощался, и не мог сказать прощай. Ну что ж, пора, уже кончается рассвет, Ведь ты же сам мечтал услышать стына. Как на заре стучатся волны в парапет, И чуть звенит баштак, как первая струна. Как на заре стучатся волны в парапет, И чуть звенит баштак, как первая струна. А сейчас хочу спеть песню Леонида Маракова. Называется «Старая сказка». Звучала шармана на площади грез, Чуть хрипла от старых ран. И капало небо дождинками слез на горы Клентера. Спешили прохожие дождик броня, Кто просто, кто по делам. Спешили все мимо и мимо меня, Все кроме одной мадам. В спешащей пелькать зонтов и плащей Она задержала шаг, Почувствовав то, что шарманщик ничей, И плачет его душа. И жестом, что взгляду едва половин, Сказала «Судьба слепа». И стал я богаче на целый сантим, Что в шляпу мою упал. Та-да-да-да-да-да-дам, Та-да-да-да-да-дам, Та-да-да-да-да-да-дам, Ах, сколько же лет Помелькнулось с тех пор, И сколько минуло зим. Им кажется, Все это сказочный вздор, А вот он в руки сантим. И жду я ее целых сто тысяч лет, И целых сто тысяч зим. Но нет ее, нет ее, нет ее нет, И только в руки сантим. Я глупую сказку придумал себе, Наверно, с тоски по ней. И не было вовсе такого в судьбе И в жизни смешной моей. Но снова шаманка на площади грез Хрипит от нажитых ран, И капли неба дождинками слез, Такой клемм. Браво! Браво! Что-нибудь последнее, да? Давайте попробуем. Ты сюда. По мне, по мне, по мне. Да. Речер процесса. Хорошо поем, давай. Нет, хорошо. Давайте чередоваться. Давайте чередоваться. Конечно. Давайте чередоваться. Человеку на работу надо будет. Давайте, давайте. Давай, Саша. Я посмотрел этот самый. Четвертого числа у нас Боков будет. Вот. По нефантографии. Кто? Боков? Боков. Тут третий вот здесь у нас поедет. Да. И пока у нас эта смена караула идет, Хочу рекламировать свою радиопередачу на Барт-радио. Завтра в 21.00. Барт-радио.нет Будет моя передача. Вторая из серии «История музыкальной среды». Я буду рассказывать о том, как возник наш клуб, какие люди к нам ходили, как это все начиналось. Будет часовая передача. Где Метео видел по телевизору? Какой ужас? Ты похудел? Не может быть. Возле этой доски этого Высоцкого. Возле клуба он там. Ну, тут первый официальный концерт был Высоцкого. Там что-то какой-то клуб организовывают. В этом ДК. Еще и хоп он? Нет, это было в Герцена. В сути, Герцена в Вене. Ну, неважно. В общем, интервью давал. Да. А сейчас от Меридиана выступает Александр Хорошильцев. И заодно тоже хочу прорепланировать. В ближайшую субботу. В 5 часов. В фантографии у нас будет концерт. Будет Олег Китуркон. Я не знаю, знаете вы его, нет? Знаете поэкзине Капель. Наверняка. Он будет гитаристом. И... Ну, там не делили еще. У кого первое, у кого второе деление. И одно из отделения будет у Саши. А сейчас, в эту субботу, блин, 13-го числа, 17-го. Налетела печаль. И давай нас печалить. И мы решили отчалить. Вдруг от друга с тобой. Что же, раз так решила. Я в объятья вокзала, погружаюсь устала. Я теперь холостой. Я теперь без тебя. Без истории твоих треугольных. Без твоих заморочек прикольных. Без твоей доброты. А ты теперь без меня. Без обильной моей стеклота. Без моей ненормальной гитары. Без моей ненормальной гитары. Без моей бороды. Налетела тоска. Оттаскала за сердце. Я за единоверца. Принимаю бомжа. И блацкат в никуда. За комплимент проводнице. И поскорей бы напиться. Чтоб заткнулась душа. Я теперь без тебя. Без истерик твоих ненормальных. Без претензий твоих сексуальных. Без искусственных драм. Без искусственных драм. А ты теперь без меня. Без дружков. Что во всем виноват. Без моей курам насмерть зарплаты. Без носков. Без носков. Налетела бурга. И буржила две ночи. Я в общаге рабочий. Коротов под уфой. Вроде все, как у всех. Но в любую работу. Вспоминаю я годы. Когда был я с тобой. Но я теперь без тебя, без любви моей простой и пригожей, Без твоей перламутровой кожи, без сияющих глаз. А ты теперь без меня, без улыбки моей виноватой, Без любви моей чуть угловатой, без неласковой фразы. Налетела печаль. И споет песенка такая, тоже одна из старых. И главное, от всей шаги. От всей вечи. Жестокая борьба. Мой образ непорочный, в сюжете откровенно грубом, Прибила ржавыми гвоздями. Перед помой судьба. Металл и бисер сочный, А я лежал в траве, под дубом, И лакомиться и желудями. Пересекая путь, Мне улыбнулась мило, Зеленоглазая колдунья С экстерьером от плейбоя. Тяжелая, как ртуть, Волна меня накрыла, И я лишился всей наличности, Рассудка и покоя. Умолял я себя не летать по ночам, Умолял постараться держаться в седле, Умолял покориться разумным речам, Умолял научиться ходить по земле, Умолял не надеяться, что все простит мне Господь за красивые мои глаза. Умолял не влюбляться во все, что блестит, Умолял отыскать в голове тормоза. Бесдарная швея, Умолял я себя, Умолял я себя, Умолял я себя. Бесдарная швея, При падке темы стильной, Всё сшила ниткой белой, маскарадная причуда. Уждала колея моей дороги пыльной, А мой Христос по паспорту был, искорил пьюдор. Упал чугунный люк и в глубине канализации, Рождённый в муках по гребён эталон моих творений. Мой самый сладкий глюк из всех галлюцинаций, Это тот, в котором я влюблён без жалких сожалений. Умолял я себя постараться понять, Что мне нужно и выбрать одно из всего. Умолял, как носки города не менять, В бесконечных бегах от себя самого. Умолял, дорогих мне людей не карать, Беспричинной враждебностью взглядов и слов. Умолял, не пасировать и не играть, Умолял, никогда не ломать больше дров. Умолял я себя. Умолял я себя. Круто, ну трюмашечку, пальчики умелые, И за пляжем по ладам, как пуанты балерин. Простерну рубашечку и носочки белые. К сорока своим годам припишу ещё один. Припишу ещё один. Рассказка, ну там такая строчка есть, Вообще не детская, ладно. Жизнь — это сказка. Ну, конечно, под впечатлением вот этого Порубили все дубы на гробы. Написал эту песню. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжение следует...